Здравствуйте, друзья! У нас с вами на экранах Михаил из Нью-Йорка. Вы у нас один раз только снимались, да? Один раз в самом начале. Ну, не в начале, а на практике. Он у нас в группе с 11 ноября, которая, то есть, что произошло, декабрь, январь, ну, два с половиной месяца назад он у нас по-быстрому выскочил там раньше других. И сейчас отправляется снова в Нью-Йорк, где у него что, семья там? Семья там, да. Заждались, небось? Да, конечно. Как у вас настроение? Вы чувствуете себя, что готовы к подвигам? Настроение боевое, приехать, просто разрывать рынок, искать работу. Чувствую себя подготовленным. Когда вы были на практике, вот вы считаете, что после того, что вы на Ютесте, там, черт знает сколько, там уже натестировали, там дикое количество, что вот присутствие в компании вас как-то на какой-то уровень вывело другой? Ну, конечно, там, ну, вообще специфика работы другая. Тут больше как бы с коллегами, с людьми работаешь, надо учиться работать в коллективе, то есть, есть какие-то задачи, которые делегируются, распределяются. То есть, в этом плане для меня это было новое, потому что в тестировании я только работал до этого на Ютесте, там, конечно, все совершенно по-другому. То есть, там больше фриланс, конечно, такой свободный график. Тестируешь. Да, здесь интересно, как бы и учишься, то есть, взаимодействие с другими тестерами, в этом плане, конечно, было интересно. Мне интересно, что вы заговорили терминами менеджмента. То есть, вы видно, сколько лет вам? Нет, я не помню. Хорошо. Ну, что-то 30, что-то, да. 30, что-то. Я думаю, что вы, на самом деле, уже мозгами вас куда-то в административную функцию вынесло. То есть, вы довольно быстро окажетесь каким-то там начальником, потому что вы уже заинтересовались, вот знаете, вот есть люди, которые по клавишам жмут, и вообще пофиг, что там какие-то люди, какое-то там взаимодействие, там, какарица взял там в холодильнике сырку, там, соку налил и давай шпарить, там, глядь, пивка. А вы все-таки такие вещи вас, оказывается, заинтересовали? Ну, у меня сказывается опыт еще все-таки менеджмента, я очень долго работал в этом плане, конечно, я буду двигаться. То есть, вы уже, как бы, отмечены этим делом? Да, я операционным директором работал, то есть, у меня там директора очень не были в своем плане. Хорошо. То есть, это не случайно все, я понял. Да. Теперь такой вопрос. А вот эти вот фишки, которые там все говорят, Agile, Scrum, вот это как-то такая, какая-то такая вещь. Вот вы можете, допустим, рассказать, вот двумя предложениями. Вот нас люди смотрят, совершенно гуманитарные, многие никакого отношения к софтуру не имеют. Вот это как? Вот Agile и Scrum, это что? Ну, это, скажем, такое, environment, то есть, ну, условия работы, грубо говоря, по-русски, когда нужно делать все быстро, назначаются быстро какие-то задачи на каждый день. Есть встречи, которые вы проводите, там, на 10 минут, там, со Scrum-мастером, грубо говоря, с ведущим, который распределяет какие-то задачи, обязанности, и все люди отчитываются быстренько по выполнению. То есть, какие-то такие задачи, которые ставятся быстро, которые быстро выполняются, отчитываются, находятся баги, сразу же определяются кому-то. То есть, это такая неразмеренный, как бы, режим работы, а, скажем, такой достаточно интенсивный. Но это каждый может в таком работать, или это есть люди, которые просто не выдержат такое? Ну, я думаю, что не каждый, ну, большинство. Я не думаю, что здесь какие-то проблемы. Я думаю, что люди, Люди, которые привыкли сидеть, потихонечку разобраться, что-то здесь делать, то ты мне, конечно, это будет не подходяще, не комфортно, скажем, да. А люди, которым, наоборот, какая-то движуха нравится. А когда распираться-то, я не понял. Пришел, первый день, ничего не знаешь, побежали, куда бежим, что бежим, а не важно, побежали. Ну, слушайте, по моим наблюдениям, мне кажется, все-таки компания, они какую-то такую климатизацию проводят для персонала. С первого низкого дня, недель, обычно все очень light, easy going. То есть все знакомятся, показывают, настраивают компьютеры, знакомятся. То есть там нет такого прям пушинга, прессинга в первое время. Поэтому я думаю, что для людей, которые более-менее работали в какой-то такой движухе, освоиться будет несложно. Ну что же, хорошо, ладно. То есть я так вот вас слушаю, думаю, кто в менеджменте работал в Российской Федерации? Ну, тут, понимаете, здесь нельзя на людей кричать, наверное, да? Абсолютно нет. Ну, иногда и можно как бы не на людей кричать, а куда-то. Воздух кричать. А ты твою мать, мать, мать отвечала это. Такой элемент дисциплины, чтобы сфокусировать внимание, скажем так. Но постоянно кричать, конечно, не стоит. Лучше другими бытиями какими-то. Такой вопрос. Вот люди, которые в компании сидят, там молодые больше ребят? Разные. Разные. Но вот есть такое, что, например, дурачит, как дети малые. Там кидаются чем-нибудь, там какими-нибудь резиновыми мечами стреляются. Или там, я не знаю, что-то такое чудят. Думаешь, взрослые люди, и вот тебе на. Слушайте, у нас в компании такого не было, я проходил практику. Но в других компаниях, моих друзей, которые уже в IT-сфере здесь трудятся, да, такое есть. Ну, it's ok. То есть у многих компаниях это заведено, как бы, такое свободное, скажем, такое поведение на работе. Многие в игры играют, у них там лаунж какой-то есть. Они приходят туда, в приставочку поиграли, у меня знакомые, в Google работают. У них именно так. То есть у них, как бы, у тебя есть время, у них даже нет четкого 8-часового рабочего дня. То есть они могут приходить в любое время, но не везде, опять же, так, не везде. И там на час раньше, на час позже. Но самое главное, что выполнена работа была. То есть все очень комфортно в этом плане, как бы, и кидаются, и играются, там друг с другом, шутят. У нас в компании, конечно, такого не было. У нас было более, скажем так, вот, как-то все запротоколировано. То есть надо было сделать определенную задачу, и как бы, ну, некогда было. У вас было больше Нью-Йорк-стайл, я бы сказал. Да, наверное. Вы, как вот, приедете в Нью-Йорк, вам будут говорить, ну, как там в Калифорнии, и сказать, боже, такой кошмар вообще, все стреляют, бросаются, огрызки оставляют там на столах, в туалете воду не спускают, без галстука ходят на работу. Ну, кстати, по поводу одежды здесь в этом плане все, конечно, очень свободно. То есть форма одежды такая, очень неформальная. За ней не то слово, да. Ну что же, давайте мы, я вот от имени, значит, наших зрителей, я говорю, давайте, ребят, мы пожелаем Михаилу, чтобы он порвал там город Нью-Йорк. Однозначно. Вот. И там, если там вакансии или что-то, вы нам скажете, мы вам подошлем тут бригаду. Обязательно. Бригаду маляров, которые будут тестировать. Отлично, спасибо огромное, Михаил. Все, помахали ручкой всем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok